Сколько нужно делать подходов в упражнении? Кому? Мне? Тебе? Бабушке с соседнего подъезда? Естественно, это будет зависеть от твоего стажа, от того, сколько ты спишь, как ты ешь, какой у тебя режим и так далее. Море переменных. Во-вторых, некорректно считать количество подходов за тренировку. Корректно считать общее количество подходов, которые ты делаешь в неделю. Для организма почти одно и то же, что ты сделаешь 5 упражнений по 3 подхода, либо 3 упражнения по 5 подходов. Главный – общий объем. Например, когда ты делаешь full body, у тебя каждый день по 3 или 4 подхода на мышечную группу. Если ты делаешь тени и жми, у тебя по 10 подходов на мышечную группу. Когда ты делаешь брос спит либо профессиональный спит, то у тебя в день по 20 подходов на мышечную группу. Но в неделю у тебя получается плюс-минус одинаковое количество подходов. В среднем на маленькие мышечные группы, такие как плечо, битопс, ритопс, голень, можно делать от 9 до 15 подходов в неделю. Хоть за одну тренировку, хоть за 3. Например, full body делаешь по 3 подхода каждый день, У тебя 3 дня по 3 подхода, получается 9 рабочих подходов. Или там тебе нижний, либо вверх, низ. Два раза тренируешь одну и ту же мышечную группу в неделю, значит делаешь по 5 или 7 подходов за тренировку. В общем, недельно получится то же самое, от 9 до 15. Грудь я бы делал от 12 до 20 подходов в неделю, спину от 15 до 25 подходов в неделю. Ноги также большая мышечная группа, которой нужно много заебывать, поэтому я бы делал ее от 15 до 20 подходов в неделю. То, что у тебя растет хорошо, делай в минимальном диапазоне. Например, руки и плечи растут хорошо, делай по 9. А вот спина растет херово, делай максимальный диапазон по 25 подходов в неделю. Количество упражнений вторично. Главное количество подходов. Ну что, понял? Ай, младец. Держи бочку.